Привет, друзья! Я Андрей Ковтун, рад вас видеть в рубрике видео-обзоры. Сегодня я вас хочу ознакомить с самой свежей новинкой от компании Meizu под названием Metal. Хотя на самом деле не такой уж он и Metal. Напомню, что когда я записывал предварительное видео касательно данной модели, я его сравнивал с Xiaomi Redmi Note 2. Даже говорил, что Meizu Metal станет убийцей Xiaomi Redmi Note 2. На самом деле сейчас я так не считаю. В принципе, если на данном устройстве появится мультиязычная прошивка, то он может реально конкурировать с Xiaomi Redmi Note 2. Но не более того. Почему так, я вам скажу в конце данного видео. Ну а сейчас мы начнем наше знакомство, как всегда, с рассмотрения комплектации. Весь комплект поставки находится в довольно непривычной картонной упаковке от производителя. В стандартный комплект входит сам смартфон, специальная скрепка, с помощью которой мы сможем открыть лоток для сим-карт. В этом же вкладыше находится китайский мануал от производителя. Кроме этого, USB кабель и зарядное устройство с заявленной силой тока на полтора ампера. Но данным комплектом поставки производитель Meizu ничуть не удивил. Единственное, на что можно рассчитывать, это на подарки, которые положит в комплект продавец. Далее мы более детально ознакомимся с внешним видом этого гаджета. Лицевая панель выполнена из изогнутого по краям защищенного стекла от японского производителя. В нижней части обосновалась механическая кнопка M-Touch версии 2.1. В ней встроен сканер отпечатков пальцев. В верхней части разговорный динамик, камера, датчик освещенности, датчик приближения и индикатор событий. Корпус смартфона выполнен из металлического сплава, который производитель смело называет полноценным металлом. На сезоне это не более чем полноценный пластик с матовым покрытием. На правой боковой стороне мы видим кнопку питания и кнопку регулировки громкости. Налево металлический лоток, в который вы можете установить либо 2 нано-сим карты, либо 1 нано-сим карту плюс карту microSD. Имеется поддержка 4G сетей. На нижнем торце обосновались microUSB порт с поддержкой функции OTG, микрофон и внешний динамик. На верхнем стандартный джек 3,5 мм для гарнитуры и второй микрофон для шумоподавления. В верхней части тыльной панели мы видим камеру с двойной двухцветной светодиодной вспышкой. Чуть ниже новый логотип производителя. Задняя крышка является несъемной. Заявленный вес устройства составляет 162 грамма. Толщина 8,2 мм. Что касается внешнего вида в общем, он не особо отличается от своих собратьев. Все тот же стиль Meizu. Лучше мы поговорим о технической части гаджета. Начнем наше знакомство с рассмотрения экрана. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов. Матрица IPS. Применена OGS технология. Разрешение Full HD. Мультитач тест показывает 10 точек касания. Рассмотрим углы обзора. Как мы видим, углы обзора отличны за счет применения OGS технологии. Под определенными углами LCD не засвечивает. Также хочу отметить, что цвета не уходят в желтизну, как у младших собратьев. Что касается запаса яркости, его вполне достаточно для того, чтобы рассмотреть, что находится на LCD, когда на него попадают прямые солнечные лучи. Далее я вас ознакомлю с интерфейсом. На момент записывания этого видео мне таки не удалось рульсифицировать гаджет. Но по утверждениям ритейлеров из Китая, мультиязычная прошивка появиться все же должна. Новинка работает под управлением операционной системы Android 5.1 Lollipop. Предустановлена фирменная оболочка Flyme версии 5.1. Перелистывание между рабочими столами происходит довольно плавно. На тач нанесено олеофобное покрытие. Палец скользит по поверхности довольно просто. Следов от использования практически не остается. Что касается интерфейса рабочего стола, он в целом привычный. Двойным свайпом вниз из статус-бара вы доберетесь в меню быстрой активации различных функций. Долгим зажатием кнопки Home вы вводите смартфон в спящий режим. Либо вызываете голосового помощника, но к сожалению он знает только лишь китайский язык. Длительным зажатием на любом пустом месте рабочего стола у вас появится возможность сменить виджет либо обои. Интерфейс настроек в новой версии Flyme непривычный. Для начала мы рассмотрим информацию о устройстве. Поддерживаются беспроводные обновления, но актуальны они только для жителей Поднебесной. Ведь официальных мультиязычных прошивок для данного гаджета не ожидается. Хочу отметить наличие нескольких энергосберегающих режимов. Производительный, сбалансированный и энергосбережение. Я думаю, согласно логике вы разберетесь в каком из режимов смартфон проработает дольше. Также хочется отметить наличие различных смарт-функций. Из них я выделю разблокировку двойным тапом и вызов ранее заданной функции ранее заданным узором. Кроме этого не исчезла возможность вызова смарт-точки. При ее активации на экране появляется точка. Также хочется отметить наличие сканера отпечатков пальцев. Сначала мы зарегистрируем один отпечаток. Отмечу, что регистрация происходит дольше, нежели я ожидал. После этого попробуем разблокировать смартфон несколько раз подряд. Разблокировка с помощью сканера отпечатков пальцев происходит всегда с первого раза. Но срабатывает сканер несколько дольше, нежели на Meizu MX5 и на Meizu Pro 5. В общем, сканер отпечатков пальцев неплох. С помощью него вы сможете заблокировать даже приложение. В настройках экрана вы сможете регулировать цвет тонов в дисплее. От теплых к холодным. Для передачи данных вы сможете воспользоваться только лишь Bluetooth. Как мы видим, интерфейс версии Flyme 5.1 несколько изменился, но я не могу сказать, что существенно. Далее мы будем тестировать гаджет в различных бенчмарках. Начнем с Antutu. Как я говорил ранее, новинка работает под управлением операционной системы Android версии 5.1. За его работу отвечает 8-ядерный 64-битный процессор Helio X10. Количество оперативной памяти обозреваемого смартфона составляет 2 ГБ. Встроенных 16, из которых свободно для пользователя практически 12. Максимальная тактовая частота процессора равна 2 ГГц. После теста смартфон набирает довольно привычное количество баллов, учитывая, что за его работу отвечает процессор Helio X10. Но не стоит забывать, что тест синтетический. Каждый раз смартфон может набирать разное количество баллов. Далее мы рассмотрим встроенные датчики. На борту имеется акселерометр, датчик магнитного поля, гироскоп, ориентации, гравитации, линейного ускорения, векторного вращения, освещенности и приближения. В тестах 3D графики Epic Citadel и 3DMark смартфон показывает также привычные нам результаты. Далее мы протестируем нагрев устройства с помощью игры Asphalt 8. Выбираем максимальные настройки изображения, игру по сети и поехали. С самой игрой гаджет справляется без проблем. После 10 минут игры устройство становится еле тёплым. В общем, чрезмерного нагрева точно уж нет. Возможно, тайна кроется именно в материале задней крышки смартфона. Далее мы будем тестировать работу GPS-навигации. После холодного старта, без подключения к сети интернет, смартфон коннектится к спутникам практически мгновенно. Также находит и подключается к спутникам GLONASS. В следующем пункте моего обзора мне хотелось бы обсудить работу камер. Сильная равна 13 Мп, фронтальная 5 протестируем. Интерфейс камеры новой версии Flyme отличается от предыдущей. Отмечу, что одной из проблем старой версии Flyme была не совсем удобная работа с гаджетом, когда он находится в горизонтальном положении. Посмотрим, изменилась ли ситуация. Если не открывать дополнительные настройки, при повороте экрана все значки переворачиваются. Но только нам стоит открыть дополнительные настройки, как все изменения приравниваются к нулю. Их снова удобно изменять только лишь в вертикальном положении. Но раз мы уже в них зашли, ознакомимся. Из основных я могу отметить активацию режима HDR, определение локации, активация голосового управления. К сожалению, с помощью данной функции мне так и не удалось сделать фото. И выбор максимального разрешения фото. Кроме этого, есть возможность применения различных графических эффектов. И задать таймер спуска затвора. Что касается режимов съемки, здесь практически ничего не изменилось. Имеется ручной режим съемки. С помощью него вы сможете вручную настраивать фокус, устанавливать уровень айса, баланс белого и так далее. Также стоит отметить наличие режима бьюти. Этот режим нужен для фотографирования лиц людей. Здесь вы сможете убрать морщины и так далее. Кроме этого присутствует панорамная съемка, макросъемка, создание анимации формата GIF. Что касается видеосъемки, имеется возможность применения различных графических эффектов. Максимальное разрешение записи видео Full HD. Что касается замедленной съемки, максимальное разрешение записи 768 на 1024 точки. Формат записи MP4. Далее я вам немного расскажу о фронтальной камере. Отмечу, что кнопка громкости служит в роли кнопки спуска затвора. Есть возможность применения различных графических эффектов. Также есть возможность задать таймер спуска затвора. Максимальный размер фото равен 5 мегапикселям. Из режимов съемки для фронтальной камеры присутствует бьюти, ручной режим и создание анимации в формате GIF. Далее мы рассмотрим примеры фото и видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Хочу отметить, что при длительном пользовании камеры она добротно нагревается. И пару ответов на вопросы, которые вы задавали в комментариях. Оптическая стабилизация изображения отсутствует и автофокус при записи видео отсутствует. Далее, дорогие друзья, мне хочется вам рассказать о автономности работы этого смартфона. Напомню, что аккумуляторы в девайсе не съемные. По заявлениям производителя его емкость составляет 3140 мАч. В тесте аккумулятора программы Antutu Battery Test смартфон набирает более 7000 баллов. И я считаю этот результат приемлемым. Специальное устройство, с помощью которого я тестирую реальную емкость аккумулятора, показывает практически 3100 мАч. Но при этом смартфон дальше продолжает заряжаться. То есть я думаю, что производитель не соврал с реальной емкостью аккумулятора. При полной нагрузке на смартфон, там максимальная яркость, включен интернет, он работает около 4 часов 20 минут. Заряжается от 0 до 100% около 2 часов. То есть сейчас мы подытожим по поводу автономности работы. Я думаю, что заряжать данный гаджет вы будете приблизительно раз в день, как и все современные смартфоны. Ну, конечно, все будет зависеть от того, как вы будете им пользоваться. Возможно, растянете и на 2 дня. Далее мы будем с вами тестировать звук. Для начала мне хочется проверить громкость из внешнего динамика. Сразу могу сказать, что громкость из внешнего динамика в данном смартфоне отличная. Звук чистый, громкий, в общем, в этом плане все в порядке. Что касается звука в наушниках, как всегда, я предварительно установил трек формата FLAG с битрейтом 900 кбит. Слушаю. Как всегда, в продукте от Meizu звук в наушниках просто шикарный. В принципе, ни на что другое я и не рассчитывал. Для тех, кто не понял, звук в наушниках обалденный. Ну и, как всегда, в конце данного видео мы подведем небольшие итоги путем определения плюсов и минусов этого смартфона. К первому плюсу я однозначно хочу отнести сборку данного девайса. В этом смартфоне вы не найдете ни лифтов, ни скрипов. То есть, на мой взгляд, никакого намека на бюджетность даже нет. Ко второму плюсу я отнесу отличный звук из внешнего динамика и звук в наушниках. В этом плане данный смартфон мне очень понравился. Третий плюс заслужил гаджет за счет отличной производительности, учитывая стоимость продукта. Да, конечно, он стоит не так уж и мало, учитывая стоимость Xiaomi Redmi Note 2, но, тем не менее, я считаю, что за эти деньги такое железо это неплохо. К первому минусу я однозначно отнесу проблемы с прошивками. В этом смартфоне она будет 100%. В принципе, в последнее время смартфоны Meizu в этом плане не радуют. Второй минус заслужил гаджет за счет наличия вот этого недометалла на тыльной панели. Честно сказать, перед тем, как я первый раз взял этот смартфон в руки, я думал, что это действительно ярый конкурент Xiaomi Redmi Note 2. И только за счет того, что у него будет металлический корпус. Действительно металлический корпус. Такой, как в Meizu MX5, в Pro 5. Но на самом деле, когда выяснилось, что тыльная панель не совсем металлическая, то есть я не считаю его особым конкурентом Redmi Note 2. Тем более, если учитывать вот эти вот проблемы с прошивками. К третьему минусу я отнесу наличие одного комбинированного слота. Я в принципе не понимаю, зачем его устанавливают в те смартфоны, объем встроенной памяти которых составляет 16 гигабайт. Теперь скажу на частоту. Смартфон Meizu Metal, на мой взгляд, вообще ничем не выделяется. Когда я даже определял плюсы и минусы, я даже не знал, куда что отнести. То есть, ну вот реально, какой-то вот, ну какой-то никакой. Даже когда появится мультиязычная прошивка, я считаю, что данный смартфон не будет особо актуален. Люди будут больше покупать тот же Xiaomi Redmi Note 2 Prime. А еще, когда выйдет Xiaomi Redmi Note 2 Pro, я думаю, что вот этому смартфону вообще ничего не светит. Я уже не говорю о LeTV Levan S, который также убивает данный смартфон на повал. Потому что стоимость их приблизительно идентичная. Но я считаю, что Levan S намного интереснее. Те, кому данный обзор был полезен, ставим лайки. Где купить устройство по низкой цене, я покажу в описании и в комментариях. А сейчас обязательно добавляемся в нашу группу ВКонтакте. И еще более важно, подписывайтесь на наш канал в YouTube. Читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте andronews.com С вами был Андрей Коптун, специально для Andronews. Да пребудет с вами Android.